Всем привет! Наконец-то прошло еще 3 месяца и мы ее опять выставляем, снимаем видео У нас работы валом времени опять нету Наконец-то мы приобрели микрофончик точнее идею, как его им пользоваться В общем, за 3 месяца я продал BMW. Случилось так, что мне нужно ее нужно было продать Были планы на нее за эти деньги кое-что другое купить но все поменялось, переложилось в итоге я стал владельцем опять BMW, только уже Тя-дам! 38-й кузов 97-й год 2.8, М52 Ну в общем Класс тачка Данный кузов выпускался с 94-го по 2001-й год, по-моему Линейка двигателей там была 2.8, 3 литра 3.5 Потом что-то там 4.4, по-моему Я точно не знаю Врать не буду Дизельные были 4-х литровые 2.5, по-моему Неделя Вот, но это М52 2.8 370, по-моему 368 тысяч пробега В оригинале Мы когда продали машину Мы искали 3 недели 3 недели Мы посмотрели все Семерки в городе Которые есть Кроме дизельных и 3-х литровых 3 литра М60 М52 Что-то я принципиально не смотрел Просто Боюсь его А то, что было 2.8, мы посмотрели Все И вот Посмотрели все Семерки Цена там Варьировалась От Миллиона Двести Где-то Деньги Это Сколько там Ну я в рублях буду говорить Там, грубо говоря Там Четыреста тысячи рублей Да? Да? Правильно? Нет, триста тысячи Триста тысячи рублей Да, какой триста Двести пятьдесят тысячи рублей Там И заканчивалось То есть Двух миллионами Это Делим на пять Это четыреста тысячи рублей Короче Вот сто тысячи Разбег Мы смотрели Но я вам скажу Что за миллион двести Что за два миллиона Разницы особой не было Машины В большинстве своем Укачанные Просто отжатые Там Ничего Либо Там Кузова нету Салон Вообще Салон Забыли Что такое салон Потому что кожа вся У всех стертая В итоге Уже Отчаялся Смотреть начал Чуть ли не Пассаты Б3 Короче Думал Все, брать буду И ездить И не париться Появилась она Мы ее Она появилась вечером Зазвонились Человеком Поехали Посмотрели И в тот же день Сразу забрали Забрал я ее За полтора миллиона Короче Кузов Облитый Покрашенный Но 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 Что Покрашенный В принципе Неплохо Кое-где Там Облазит Возили Костоправым Короче Ну Так Все в оригинале То есть Нет ни китайских Там Не считая Вот китайских Поворотник И Задние Китайские Фары Стоят Решетку Когда купил Думал Ничего не буду делать Все нравится Она в классике Были хромовые диски Там Хромовые ноздри Но не прошло и недели Я думаю Надо что-то менять Поменял Поменял Взял баллончик Просто На шару Покрасил Просто Чтобы посмотреть Как будет смотреться Покрасил Ноздри Покрасил Диски Вроде Ничего Нравится К зиме Все это будет Сниматься И делаться Уже Пескоструется Там Красится Грамотно Вообще Диски Хочу Стоят 17 235 55 Хочу 18 Поставить Родные Не знаю Родные Не родные Стиль Не помню Семерочные Там Много Лучевые Красивые Вот Здесь стояла Резина Проездил Не две Недели Кончилась Резина Короче Кончилась Резина Я говорю Там я две Недели Даже не Проездил По-моему Задний Баллон Там Ближе Оказывается Была Посередине В общем Поменял Купил Бушную Швейцарскую Континенталь Там Все дела Короче Классно Все классно Поменял Еще сразу Бензонасос Накрылся Тоже Течение Недели Он там По-моему Поставил В оригинале Ну или как Там Короче Все что Близко К оригиналу Обошелся Он мне 30 тысяч Тенге Для россиян Это Блин Сколько Дерем 5 6 тысяч Рублей Поменял Датчик Коленвала 28 тысяч Тенге Поменял Что еще Поменял Парокладку Под клапанной Крышкой Сейчас Сразу Открою Тогда Мотор Мотор Сразу Просто По порядку Пойду Все что Есть Так По машине Буду Показывать Мотор Поменяли Парокладку Под клапанной Крышкой Почистили Щуп Для Маслоотделителя Канал Этот Весь Забитый Был Почистили Прогрели Спасибо Моему Мастеру Который Подсказал Что это Нужно Делать Потому Что Все Кто Меняет Маслоотделители Обычно Вообще Этим Не Заморачиваются Маслоотделитель Мне Обошелся Тоже 28 Или 29 Тысяч Я уже Не помню В общем Все по 30 Была Распродажа Все По 30 Взял Вот Лямбды Здесь Не Работают В Оригинале Лямбда Стоит 40 Тысяч Одна Новая 2 80 Да Ну Толку Думаю Нет Сказали Лучше Перепрошить Буду Прошивать Сейчас Пока С деньгами Не Получается Прошить Просто Чтоб Компьютер Их Не Видел Чтоб Не Тупил Не Трою Не Пердел Вот Движок Работает В принципе Ровно Рядная Шестерка Что еще К зиме Планируется Вот Перепрошить К зиме Планируется Перепрошить Лямбды Сделать Ревизию Генератора Стартера Ну Чисто К зиме Чтобы проверить Чтобы это все Было Так сказать Работало И не подвело Масло Залито Матюль Залил 5.40 Вот Сделал еще Раскоксовку Делал Потому что Когда сняли Эту Клапанную крышку Было Ну Кое-где Там Нагары Короче Масло Газ Горело Залито Было Кутинг Кюлер Не знаю У нас Почему-то Мой мастер Это масло Не хвалит Поэтому Мы Залили Сняли Сделали Раскоксовку Чтоб Почистился Чуть Мотор Залили Матюль Вот Езжу Посмотрим Менял На Вот Этом Под Пластиковым Колечки Где-то Тоже Нужно Его Заменить Он Стоит 6 тысяч Тенге Новый Надо Поменять Вот Оптика Все Родное Я говорю Стоит Светит Неплохо Вот И так Мы Переместились Назад Зад Вообще Я считаю Один из Самых Шикарных В линейке БМВ Лично Для меня Красиво Все Бампер В стоке Это Вообще Радует Потому что Очень Много Мы смотрели Машин Очень Много Делают Вот Здесь Дырочки Отверстия Выводят Глушитель Сюда Либо Один Скажешь Либо По Два Не Нравится Семерка Это Бизнес Класс Это С Класс И Делать Ну Я считаю Это Не Нужно Бампер Не Делался Все Я говорю В оригинале Вообще Кайф Короче Мне Нравится Как этот Выхлоп Зимой Из Поставить В оригинале От Рестайлинга С оранжевыми Поворотниками Но Что-то подумал Думаю Посмотрю Как будет Смотреться И взял Отполировал Эти фонари Они были Чуть Притемненные И Покрасили Не покрасили А закатали Пленкой Под рыжие Поворотники Под рестайл В принципе Пока пойдет Там посмотрим Как дальше Стоит Как обычно На семерках Доводчик Доводчик Багажника Все работает Багажник Просто нереальных Размеров Я говорю Если вы хотите Крыщу Крыть дома То это Четыре Рулона Бикроста Газовый баллон Это Запросто Поместится Вот будете Смеяться Возил Картошку Вот Шесть мешков Сюда залазить Делать нечего Да Я вот такой Дачник Любитель Возить картошку В BMW 7 По багажнику Багажник Здесь Как обычно Ложа Выемка Внутри Стоит аккумулятор Аккумулятор У нас Я даже 90 амперный Этот Домкрат Все дела Вот С этой стороны У меня просто Карман И выемка В некоторых Версиях Стоит Чендер Здесь Там DVD Стоит У меня Просто Такой Кармашек Она у меня Без чендера А тут Еще стоит Навигация По моему Ну у кого-то Кто покруче Комплектации Вот Железо Все там Вон Все Все Ровно Целое Нигде Ничего Ни капельки Все швы На месте Так По запаске Запаска Ну как обычно В BMW Полноразмерная Сюда Влазит Спокойно Вот 235-60-16 Днище Днище Вот По днищу Когда мыл После старого хозяина Было в принципе чисто Для себя Снимал Помыть Видно Что вот здесь Вот цепляли Потому что Дно От запаски Ну низкое И получается Видать Ну то ли на бордюр В бордюр упирались То ли что Ну не страшно Дырок нет Не ржавеет Ну что Вот Планирую дальше В багажнике Сильно хочется Сделать Не знаю Отзывы не смотрел Не спрашивал Как он работает Вообще Привод электрический Который идет с кнопкой В России В Москве Стоит 15 тысяч рублей Комплект Там с насосом С кнопкой С электрикой С мозгами Все короче Хочу поставить Не знаю Получится Не получится Но хочется По кузову В принципе Менять ничего не хочу В стоке нравится Никаких обвесов Ничего говорю Вот фары Если понравится Куплю рестайл Потом чтобы Китайские убрать По Камисе ездить Будет так Диски Поменяю 18 Поставлю Ну опять же Если не продам Как пятерку Пятерку тоже Много чего хотел сделать А получилось так Чтобы пришлось продать Вот Пойдемте в салон Салон Это вообще Отдельная история Ты Снимаешь Смотрели Когда Мы смотрели Короче Пятерку Тридцать девятый кузов И вот Семерку Тридцать восьмой В итоге Я эти машины Когда смотрел Садился только за руль Ну как бы Смотрю машину Сел за руль Прокатился Ничего такого Я посмотрел машину Действие Ни разу не присел назад Когда я в семерке Сел назад Я понял Почему семерка Стоит таких денег Я готов платить Только за этот диван Только это нужно водителем Нанять Или чтобы жена ездила Тут просто здоровый диван Считай не лонговая версия Лонговая версия Еще на сантиметров По-моему Десять там Или пятнадцать Длиннее Как видите Кожа у нас Сохранилась В хорошем состоянии Это единственное А Ну не единственное Два салона было В таком состоянии Когда я смотрел машину Кожа нигде Не потертая Ничего Двери Все Все Дерево Все в идеале Ну сзади Здесь спереди Дерево выгорело Сзади все кайф Вот Салон Салон Салимся Просто Мы утопаем Реально Давай сюда подвинусь Чтобы поснимать Просто Ты Кресло Ты упал И просто Тебе ничего не надо Ты едешь Шумоизоляция В этой машине Я Не Не ездил На дорогих машинах Но я просто Офигел Реально В городе едешь Если еще включено Тихонько радио Ты не слышишь Вообще улицу Ты едешь В центре Самая центральная улица Города Оживленная Шестиполосная Машины проезжают Ты просто их не слышишь Как кино Вот реально кино Здесь широкий Подлокотник стоит Широкий Кожаный Хороший Подлокотник С таким вот Отсеком Здесь подушечки лежат Для большего Так сказать Эффекта кайфа Вот В лонговой версии В лонговой То есть еще Дверь задняя Длиннее Еще вот Ну на Точно на такой же Вот кармашек Здесь идет У них длинный еще Кармашек Вот Здесь идут у нас Подстаканники Которые Вот такие вот Очень удобные Их нужно постоянно Открывать Короче У кого есть такие машины Ребят Всякие такие вот Фишечки Нужно постоянно Открывать Закрывать Когда моешь Там Просто даже Для того Чтобы она работала Потому что Когда долго Много смотрели машину У кого не открывается И потом Очень тяжело Открыть Она там Не знаю Пыль Здесь шмыль Все это набивается И очень тяжело Короче Работает Еще В версиях Покруче Идет Подогрев Задних сидений Ставится Вот сюда Выводятся кнопочки Здесь нету Поставить Наверное Можно Пока не узнавал Вообще Было бы интересно Посмотрим И Что еще Электропривод Я не знаю Вот идет Только на лонговых Или в топовых Каких-то Там Люксовых Версиях Тоже есть И в обычном Кузове Но здесь В общем Вот Обычный Стандартный Семерочный диван Не знаю Я готов здесь Просто жить Этот Потолок Уже перетягивали Ну не мы Старые хозяева Я езжу на этой машине Вообще Третий месяц Пошел Вот Я тут Я говорю Еще ничего Так руки Не прикладывал Перетян Подалькантару Перетян В принципе Неплохо Есть Такие Незаметные Так сказать Только для меня Парточки Но Видать Они Не стали делать Замарачивать Но я считаю Сделано классно Сними потолок Вообще Весь С люком Чтобы Все оно Видно Лежит Хорошо Не заломок Ничего Все классно Такая Подалькантару Я думаю Это конечно Не оригинал Оригинал Денег стоит бешеных Вот Ручки Вот что еще Хочу поменять Ручки Плафоны Хочу поставить Черные Так Потому что Когда едешь Вроде не сильно Выбивается Сера Вот это На ручках Как бы Потолок Не черный Поэтому Как это нормально Но В черном цвете Мне кажется С кожей будет вообще Гармонировать Черные ручки Черные плафоны Комплект У нас стоит 35 тысяч Тенге По моему Я узнавал Ну вместе Плафоны Ручки Все вот эти Пластмасски Все что надо Вот Сзади Прикуриватель Печка Ну короче Все Сиденья Спинки Передние Не ломающиеся Поэтому Здесь Обычные Карманы Не Не люксовывают Это же С модели Вот А аптечка Здесь идет Аптечечка Причем С 97 года Эта аптечка Идет В оригинале Что меня поразило Машина сохранила Хозяева Сохранили Эти все дела То есть Здесь все Вот пожалуйста Инструкция На немецком И чтобы не говорили Там да она уже Протухла На 97 года Здесь Только перекись Вот наша уже лежит А так Это просто бинты Бинты Всякие утеплители Всякая ерунда То есть Никогда не пропадет Вот Ну пойдем вперед Так Попереду Спереди у нас Что Что здесь Клима стоит Раздельное Магнитофон Уже сняли Поставили Сони Играет хорошо Когда ставили Магнитофон Не подключили Руль Который идет Вот на Добавление Громкости Ну круиз Работает Все нормально Что 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 Здесь Коробка Типтроник Дерево Вот как вы видите Уже подгорело Потрескалось Оно Вообще Выгорело Как то странным образом Как будто Это вообще Поменьше Ну вот это Вот сильно выгорело Вот эта часть И эта Это поменьше Но тоже Задом Задом Конечно Ну Отличается Темно Это прям Уже Подсветлело Тоже Узна Ну В Москве У нас Не искал Просто смотрел По объявлениям В Москве Знаю Есть Комплект Дерево Тоже 5000 рублей Стоит Как бы Не проблема Поменять Сиденья Сиденья Стоят Спереди Механические Хотел Электрические С ломающимися Спинниками Все дела Ну Что-то так Во-первых Не было Да Как бы Машин Чтобы выбирать Такое Во-вторых Просто Мне сказали Готи Ты человек Один раз Выставил И забыл Короче Тем более Пока я езжу Один за рулем У меня В семье Ну в смысле Никто за рулем Не есть Кроме меня На ней То что Там Память Сиденья И так далее Не надо К механическим Все дела Телефона Нет Тоже хотел Сильно Телефон Себе Если помните Еще на пятерку Хотел поставить Ну опять же Выбора не было Но сильно Не расстроился Короче Потому что Когда ездишь Локоть Мне кажется Телефон Посередине Немножко мешал Потому что Локоть так лежит По всему Подлокотнику Подлокотник Двигается То есть Вперед Назад Там как удобно Здесь Кейс Для Всякой Мелочевки Он неглубокий Подпепельница Тут вот Кассетник Потому что В оригинале Кассетный Магнитофон Не работает Спереди Вот Эта ерунда Подстаканники Сломали ее Короче Я еще не заморачивался Тоже надо сделать Посмотреть Как это делается Все дело Вот она Раз Ну как бы Она даже работает Но выдвигается Короче плохо Что-то здесь сломано Вот Здесь подстаканники А может даже И работает Подогрев Передних жоп Парковка Парковка идет В этой комплектации В этой машине Спереди и сзади Это ASC Система Это Я не знаю Как она расшифровывается На английском Короче Это я так понял Антибукс И Как я почитал Антизаноз Что ли идет Ну не знаю Стабилизация То есть Я честно Не сталкивался Никогда с этим Зима Покажет Вот Что еще Вам рассказал Комфортная машина Комфортная руль Сейчас покажу Механические регулировки Ну регулируется Короче По глубине выезжает Вверх Вниз Выезжает То есть Все Полностью Как Хочешь Как тебе удобно Хотел бы поставить Руль с подогревом Стоит Стоит 30 тысяч Тенге Но Короче Там еще Нужен шлейф Это надо снимать Смотрите Я не знаю Здесь Как на той пятерке У меня было Там все Можно было Подключить Хай проводка Или как она там Называется Здесь Короче Нужен шлейф И неизвестно Стоит он или не стоит Скорее всего Нет Потому что Если нет руля С подогревом И Он стоит Тоже около 30 тысяч Короче 60 тысяч Если поставить Руль с подогревом Здесь конечно Можно еще Дооснащать Кучу чего Я не знаю Там можно Поставить Электроруль Поставить Ну вот я говорю Электросидение Поставить Я не знаю Электрошторку Там Всяких Там Тут у них идет Уже наверное Ближе к 2000 годам Которые там Датчик дождя Я знаю Идет датчик света Там Все вот это ерунда Короче Вот Как то так Короче Машинка Люк Два положения Люк большой Чуть ли не крыша Панорамная Да А не люк Вот он уезжает Вот так Комфортно Удобно Клима Все работает Клима Работает Бардачок Шмардачок Бардачок Кстати Тоже Чем мне понравилось В этой машине Вообще Сколько смотрели Уже Это давно Забытая история Вот эти вот Книжки Здесь все В оригинале Вот она Значок Бленда Правда пыльная Немножко Бленда БМВ Книжка Это уже Моя сервисная Книжка Записываю Все Чтобы помнить Когда я что Поменял Сколько стоило И на каком Пробеге Я это делал Книжка Вот Руководство По эксплуатации На русском Но только Почему-то Здесь идет 730 740 Покупали Видать Может Не знаю В тех временах Когда она приехала В 2007 Году Она приехала По-моему В Казахстан Вот Ну все Понравилось Я говорю То что Старый владелец Вплоть Там он Аккумуляторный То что он там Менял Все это Хранится Не выкидывал Немецкие Все Инструкция Да Вся на немецком Все что Все есть Идет сервис Книжка Сервис Книжка Сервис Книжка Хочу даже вам Сказать Вот Наверное Остановились мы На Книжке Сервис Сервис Книжка Вообще Я считаю Это Показатель Дового Всякие Захраненные Чеки Захраненные Какие-то Мелочи Это все Показатель Того На что За машиной Следили Человек Это все Сохранил Просто так Для того Чтобы продать Для себя Чтобы видно Что У меня Сервис Книжка Техосмотр Такого года Она была В Германии Все это Сохранилась И Книжечки Сама книжка Сама инструкция На немецком Приятно Значит За машиной Я говорю Следили Когда вы Берете машину Ну Любую машину По сути Но вот Я именно Хочу сказать Про BMW Когда вы Берете машину BMW Покупаете Смотр И вам Новый Ой Старый владелец Вернее Говорит Что Я все Поменял Ходовка Поменена Радиатор Шмодиатор Все поменено Полгода Еще не прошло Как это Все поменяли Все новое Вот тут Есть подвох Какие он Ставил Запчасти Потому что Лично я Столкнулся С тем Я не говорю Что все Дубликаты Плохие Есть хорошие Дубликаты Скорее всего И люди на них Ездят И не парятся Я много слышал В комментариях Что зачем брать Зачем брать Покупать В оригинале Там запчасти Там Или близкий К оригиналу За такие деньги Если можно Ездить Дубликат Возможно Мне такое Не попадалось Я когда На 3-4 Сталкивался С дубликатами Мне все равно Приходилось Брать В последующем Хорошую запчасть Так как Дубликаты Не ходят Практически У меня По крайней мере Не ходили Так как Мне хотелось Поэтому Если вы берете BMW Старайтесь все-таки Обслуживать ее Качественно Своевременно Многие BMW Как говорят Цитус Там и так далее Просто потому Что люди покупают Их после того Как уже Кто-то Ими владел Кто-то Не хотел Вкладывать Ни в деньги И соответственно Там Ходовка китайская Запчастики Китайские И человек купил Полгода не проездил Она вся Три бежит И после этого Я считаю Складываюсь Такие мнения Те же моторы Вы берете машины Которые там Уже под Полмиллиона пробега Вы не надеетесь Что он будет ездить Что раз это BMW Или Mercedes Что все Вы купите С пробегом 400 тысяч Даже если он В хорошем состоянии И что он Вам еще там 400 тысяч пробежит Возможно Но не факт И поэтому Вы имейте ввиду Что например Кажется Отвесно Там ремонт Капиталка двигателя BMW Mercedes Легуса Таких марок Будет стоить На порядок Дороже Чем Тех же Volkswagen Ауди Ну опять же Не всех Но определенных Марок Поэтому В свое время Нужно обслуживать Машины И тогда Машина Будет вас радовать Плохих марок Не бывает Я считаю Каждому Своя марка Кто-то Ездит Не знаю На Volkswagen На Audi На Lada И Каждый Получает Удовольствие По-своему Поэтому Всем Своевременно Хорошего Обслуживания Не Так сказать Не затягивайте Если у вас что-то Зазвенело Застучало Если у вас что-то В машине Беспокоит Не затягивайтесь С этим Езжайте на сервис Делайте диагностику Меняйте И все будет у вас Хорошее Ставим палец вверх Подписываемся На наш канал Будем втараться Укладывать побольше Видео Спасибо До свидания Продолжение следует... Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!